Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги Воплощение Мечты. Сегодня у нас рубрика Блиц Таро. Наверное, вы догадались, я за своим компьютером, в своем кабинете. И мы с вами будем рассматривать и комментарии, и вопросы. Возможно, на некоторые мы с вами сделаем расклады. Итак, ну-ка, так, Дмитрий Гордон, значит, это комментарий от Лилия Кузнецова к видео «Гордон как на ладони». Дмитрий Гордон – талантливый человек, журналист. Все его интервью с интересными людьми – вклад в историю и культуру страны. Ну, мне кажется, как-то очень сильно сказано про культуру особенно страны. Что там такого культурного, я не знаю. Насчет в историю – ну да, ну да. История, конечно, рассудит. Вы где-то правы, Лилия Кузнецова. Я вам обязательно поставлю и сердечко, и спасибо вам за комментарий. Хотя я, конечно, не согласна с вашим мнением. Мне карты говорят немножко о другом, особенно по поводу культуры страны. Но, тем не менее, спасибо за ваш комментарий. Спасибо. Ага. Ага. Яка вы молодец, о божьми у вас за ваш гумор, оптимизм, патриотизм и так далее. Просто не могу знать, кто написал. Самсунг только. Самсунг. Ну что ж, владельцу Самсунга моя благодарность, конечно. Но, опять же, я вам что хочу сказать, дорогие мои. Не нужно очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Вы должны понимать, мы все люди. И оптимизм мой тоже так себе. Видела я и больших оптимистов с юмором. Ну да. Мой юмор, он скорее саркастичный, наверное. На счет патриотизма. Да, конечно, я человек патриотически настроенный. Но, тем не менее, при всем том, да, я все-таки строю планы и мечтаю поменять место жительства. Да, вы же помните мою мечту о домике возле моря, чтобы видеть из окошка горы и море. Наслаждаться солнцем, тишиной и покоем. Поэтому, ну, не очаровывайтесь. И, конечно, я люблю Украину, но это не значит, что... Мои мечты все еще в силе. Я все еще задумываюсь, я все еще задумываюсь, да, в каком уголке мира я нашла бы свое гармоничное состояние на самом деле. Потому что я очень люблю Украину, но здесь я постоянно в состоянии борьбы. Борьбы, отстаивания чего-то, понимаете. Все время себя подстегиваю, всегда вот... А хочется какого-то покоя, знаете. Поэтому не хочу вас разочаровывать, мои хорошие. Я обычный человек, и у меня куча своих тараканов. Прямо... Разбежались, разбежались, разбежались. Не соберешь всех кучу. Вот, Надия Кобзар, кстати, видите, Надия Кобзар. Знаете, Наташа, я дивлюсь уже багато ваших видео, тоже подобаются. Вы, люди на сонечку, а чин и лев, вы по гороскопу. Мне вот интересно, вы действительно догадались, Надия, или, может, каких-то видео увидели, потому что я уже не раз об этом говорила. Конечно, я лев по гороскопу. Либо вы действительно угадали. И по мне это видно. Ну... Спасибо. Мне кажется, во мне очень легко читается лев. Ну, читается? Как вы думаете? Так, Ирина Воробьева пишет, а где мой комментарий? Ирин, я не знаю, где ваш комментарий. Вы знаете, я не удаляю комментарий, я могу просто блокировать людей. Вот если мне не нравится категорично, да, то я просто беру и блокирую. А так, чтобы просто удалять, нет. Комментарий не удаляю, либо это Ютуб удаляет, либо я не знаю, что. Блокировать могу. И, кстати, я блокирую практически каждый день. Без всяких там нещадно. Доброго времени суток. Оторогороскоп скоро, спрашивает Наталья Калинска. Да, да, сегодня 20 мая, значит, нужно потихонечку подходить уже к гороскопу на июнь. Правильно? Да, будем делать. И на Украину, и на все знаки зодиака. Будем. Вы наш позитивчик, пишет Валентина Ворона. Спасибо, спасибо большое, Валентина. Валентина. Интересное, в общем, имя, не хочу переврать. В общем, спасибо, конечно, но... Да, позитивчик, да. Иногда, бываю, да, бываю. Говорят, из-за рашки их флота и бомбежек плохо дельфинам. Они получат за это от Всевышнего. Это вопрос. Таня спрашивает. Ну, я думаю, конечно, плохо, да, особенно все эти подводные, все же взрывы. Естественно, взрывы ракет, там какая мощность, там какая ударная волна. Кому же там будет хорошо. Никому покоя они не дают, понимаете, ни людям, ни дельфинам. Ну, получат они за это от Всевышнего. Ну, они за все получат. Уж не знаю, какой строкой там будут жалобы дельфинов, но за все свои прегрешения, так или иначе, конечно. Куда же они денутся-то? Вот интересный вопрос, наверное, актуальный, да? Если будет желание и соответствующее настроение, пожалуйста, посмотрите, после войны спишут ли долги по наличным кредитам банкам, если сумма кредита до 100 тысяч гривен? У многих бизнес замер или вообще отключился на неопределенное время, а из зарплаты и пенсии нет возможности оплачивать кредит. Очень буду благодарна и думаю, что нас таких много. Спрашивает Светлана. Ну, что вам сказать? Давайте сделаем расклад по этому поводу. Если вы хотите мое мнение знать, личное, то я очень сомневаюсь, что кто-то что-то спишет. Да, могут быть какие-то каникулы, наверное, да, вот какие-то отсрочки, может быть подписание каких-то договоров там, да, вот частями там отдавать, может быть снимут какие-то санкции там, лишние там проценты, да, то есть могут быть какие-то попустительства, но чтобы просто списали деньги. Ну, где вы такое видели? Кто возместит банкам эти, такой ущерб? Ой, я сомневаюсь. Ну, давайте посмотрим, просто зададим картам вопрос. Будет ли списание долгов после войны по наличным кредитам? Так и спросим. Вот, все при вас, видите, вот, вот, тасуют. Будет ли списание долгов? Ммм, смотрите, ну какое, пажмичевое, не просто не будет списания, еще будут очень даже карательно все вышибать, вышибать и напоминать, это пока война, они такие добрые, а как все уляжется, так поверьте, сразу о себе напомнят, сразу о себе напомнят и активненько так, активненько так напомнят. Да не, не спишут. Сочувствую, конечно, я думаю, вы ожидали чего-то более такого приятного, но я не думаю, что спишут. Так, Наталья, можете посмотреть, что будет с Азовским морем в плане экологии. Да что может быть? То же самое, да, то же самое. Война еще, знаете, ничего не улучшила, ни экологию, ни жизнь дельфинов, ни жизнь людей. Что будет с Азовским морем? Ну что, смотрите, карта конфликта. Что будет? Естественно, это идет атака на море, это атака, это конфликтная ситуация, агрессивная ситуация, агрессия к морю. Нехорошо. Я не могу вам выдать химическую формулу, что будет там с водой, с животными, да, с рыбами, с качеством воды, но эта пятерка мечей, это карта конфликта, конфликта, и, скажем так, неприятного конфликта. Конечно, это бедствие, чего уж там, это бедствие. Так. Наталка вечер добрый. Ну чего, а, ну чего, песня класс. У меня на рингтоне, добрый вечер, мы с Украины. Мне очень нравится, мирного неба. Надежда Ивановна, спасибо большое, Надежда Ивановна. Песня класс, какая вам понравилась? ДДТ или наших ребят про Москаля? Уточните. Ну, они, наверное, обе классные, да? Наташенька нашла ваши фото в фейсбуке. Вам очень идет блонд, верните блонд. Катя Ждан говорит, Катюш, вы знаете, это нереально. Во-первых, как бы он мне надоел, я устала от этого блонда. Это во-первых. Во-вторых, что очень актуально, кстати. Кстати, блонд цвет, знаете, дорогой и уходный. И чтобы поддерживать приличный цвет, нужно довольно часто обращаться к мастеру. И желательно к одному и тому же проверенному, да? В наших условиях даже просто часто обращаться к мастеру сложно. Вот в нашем поселке мастера все разъехались. Записываться нужно заранее. И то найдешь ли ты еще мастера. Проблема. Вот. Я уж не говорю о том, что делать это часто и дорого, да? То есть на это нет ни времени, собственно говоря, да? И финансовых возможностей тоже не особо разгонишься. Тут уже у меня корни отросли, я вам хочу сказать. Ну, ладно, не буду. Не буду все показывать. Вот. Уже нужно записываться. А я так понимаю, мне могут еще дней 10 поставить в ожидание, понимаете? А вы за блонд, говорите. Какой тут блонд? А мне, если честно, нравится больше, когда цвет, ну, все-таки такой каштановый. Но я люблю вот такие перышки яркие. Но мне кажется, в каштановом я как-то ярче выгляжу. А в блонде лицо было такое более расплывчатое. Ну, мое ощущение от себя. Класс! Пишет Екатерина Акуленок. Это эндорфиновая вспышка. Спасибо. Ой, это на видео о щенках. Ну, конечно. Мои хорошие, если вы хотите позитива, вот вы посмотрели меня, еще что-то, и вам мало позитива, заходите ко мне на канал. Любое видео, которое снималось 3 месяца назад. И любое смотрите. Везде я показываю собак, щенков. Это гарантированно. У вас вспышка эндорфина обеспечена. Потому что там классное видео со щенками, как они дурачатся, играются. Классное видео с собаками. Процентов 90 это собаки и щенки. Там мы там с Анютой периодически где-то там проявлялись. А в основном все видео были о моих собаках и о щенках. Там классно. Есть что посмотреть. Ну, конечно же, если вы любите собак. Ну, понятное дело. Так, у вас в Украине на днях был праздник вышиванки. Да, на днях это вчера. И в эфире у Латыниной Арестович снял рубашку, оголил торс. О, торс оголил. Как это я пропустила такое событие. Ну, ладно. И надел вышиванку. Бросилось в глаза, что у него на груди левее тату паутины. Паутина это что? Тайный знак? Говорят, тату влияет на карму. В общем, погадайте на эту паутину у Арестовича. Что за паутина на груди и зачем? Ну, интересный такой комментарий. Я не знаю. Слушайте, сейчас этих тату... Я не думаю, что каждая тату имеет какое-то сакральное значение, если честно. Сейчас это просто модные картинки. Ну, хотя с Арестовичем можно ожидать всего, потому как Арестович у нас личность загадочная такая, многоликая, многогранная. Ну, давайте спросим, есть ли значение у татуировки Арестовича. Вот так вот делаем. Я думаю, это что-то связано. Смотрите, дама мечевая. Здесь тут, знаете, такой вот какая-то, скажем, да, я думаю, здесь какое-то роковое такое значение у этой татуировки. И, пожалуй, по мечевой даме, да, продумана тщательно эта татуировка, да, сделана с особым смыслом и с намерениями, да. Ну, что-то кармическое по суду. Ну, что именно значит, я думаю, вам лучше у самого Арестовича спросить. Ну, то, что есть у него смысл, да, есть. Ну, карты так считают. Вышеванка огонь, как и хозяйка. Благодарю вас, Елена, да. Дуже красива вышеванка на гарней жиночці. Дякую, Анита Боярська. Дякую, вельми дякую. Так, очень вас прошу, когда сможете, посмотрите, когда можно будет выезжать свободно всем мужчинам в Европу. Ну, вы знаете, сложный вопрос. Карты же со сроками не дружат, и даты это не карта. Это к номерологам, наверное, к астрологам, и то. Они там как новорожат, эти номерологи-астрологи, да. Потом не отмашешься. Нужно не у меня спрашивать, да, а у депутатов, или еще лучше, да. Там, я не знаю, у Путина, когда он сдохнет уже. Ну, давайте какую-то карту достанем, посмотрим, что-то мы увидим, ли мы какой-то ответ, или хотя бы намек какой-то, да. Когда будет свободный выезд мужчин в Европу. Ну, сейчас скажут, когда закончится война, понимаете, вот точно. Ну, так, карта работы, то есть сейчас это все в процессе, видите, в процессе, то есть мы работаем над тем, чтобы свободный выезд мужчин в Европу состоялся. Ну, конечно, мы освобождаем Украину, мы работаем над этим. Так, ну, да, такая возможность будет. Ну, будет, конечно, когда-то, будет. Видите, когда солнце взойдет над страной, да, ну, вот когда, когда война закончится, так сразу и будут свободно выезжать. Вот, это же карты Таро, у них ответы, знаете, какие образные, и как бы, ну, просите о сроках. Мне кажется, когда начинают поджимать, подгребать какие-то сроки конкретные, Таро, то это немножечко попахивает, ну, либо большим мастерством, либо авантюризмом, честно. Так, можно заработать расклад на Макса Барских? Наверное, можно, но я, наверное, мне должно быть стыдно, я Макса Барских никоим образом, ну, не смотрю, не слушаю, я не знаю, что это, это стыдно или это нормально. Просто мне он никогда не был особо интересен, поэтому я о нем и не думала никогда. Макс Барских. Нужно что-нибудь посмотреть из его репертуара. Что он там поет? Ну, я не знаю, может, я вас разочаровала, да, я, наверное, совсем не современная. Бахнут Крымский мост. Вы знаете, я вот сомневаюсь, что его бахнут, если честно. А если его и бахнут, то, я думаю, очень-очень не скоро. Очень не скоро. Такое ощущение, знаете, что наши вот эти все оглядки, как бы что ни случилось, а что скажут, а какие-то будут оценки у Запада, они нам мешают. Да, вот если бы вот так были, вот так от души, да, захотелось бахнуть, бахнули, а потом бы разбирались, кто что скажет. Ну, к сожалению, ну, или к счастью, возможно, уж не знаю. Мы очень часто оглядываемся, да, назад, а кто что скажет, а кто что подумает. И вообще-то для Украины очень свойственно. Не настаивать на своих каких-то, да, целях и вот желаниях, а все оглядываться. Какая будет реакция у кого-то на твой поступок, да, даже если он там от души и он тебе нужен. Ну, вот такая некая неуверенность, неуверенность в своей правоте. При всем этом это просто чудо, это удивительно, это Божья благодать, что все-таки Украина удивила весь мир, да, и выстояла, и выстаивает в этой войне, и выстоит, и победит. Однозначно. Хотя от нее, конечно, никто таких чудес не ожидал. Это точно. Наташенька, огромное вам благодарность за ваш труд. Людмила. Спасибо большое, Людмила, и я вам очень благодарна за то, что вы приходите, пишите ваши комментарии. Мне правда приятно. Наташенька случайно увидела вас в начале войны, и все, влюбилась навсегда. Да, Инна пишет. Инна, ой, не шалите, Инна. А заподозрят нас, да, в греховных страстях. Влюбилась навсегда. Сколько вас нежности, очарования и женственности. Ой, вы знаете, мои хорошие, был в моей жизни мужчина, который мне однажды заявил, ты не женщина. Нет, он так и сказал, представляете, набрался наглости и заявил, ты не женщина. Так что, я думаю, видите, разные моменты, разные мнения могут быть на этот счет. Кому-то нежная, очаровательная, женственная, а для кого-то не женщина. Правда, я так и не поняла, кто. Может, мужчина. Переодетый мужчина. Вроде КДК нет. Точно нет? Нет. Запасайтесь новыми купальниками. Все поедем в Крым этим летом. Ой, Елизавета, думаю, вы этим летом не поедем. Не поедем, но это не отменяет купальники. Не отменяет купальниками. Запасаемся. Зеленский пойдет на второй срок, это однозначно. Но я не была бы столь уверена, если честно. Посмотрим, конечно. Ну вот, на комментарии к нашему вчерашнему Блицу, аграрная держава не может быть богатой и сама себя защищать. Вроде бы это очевидно и показывает война. Ну, послушайте, что я вам хочу сказать. Ну, аграрная. Ведь аграрная страна, это не значит, не развитая страна или без армии. Все прекрасно можно совмещать. Развитую аграрную отрасль, да, и военную. Да, вполне себе совместимые вещи. Вполне. Голода не будет. Просто будет все дорого, придется экономить. Ну да, Наталья Борщук, экономить это точно. Проэкономить это вы абсолютно правы. Приветствую, Наталья. Возможно, еще кому-то интересна судьба Крыма. Не только мне. Хотелось бы в общих чертах на ближайшие 3-5 лет. Ну, Людмила Кобзина, что вам сказать на ближайшие 3-5 лет? Вы представляете, 5 лет судьба Крыма. Это же сколько, вот если вот судьба Украины за 5 лет, да, сколько всего в Украине случилось за 5 лет? Как это можно вкратце, вот в общих чертах? Вы интересуетесь, вернется ли она в Украину? Вернется. Ну, я не знаю насчет срока 3-5 лет. Ну, в течение 5 лет, возможно, да. Ну, а так, судьба Крыма, ну, можно ли это сделать вот так просто вкратце? Судьба Крыма. Императрица. Рысая Жезловая. Изменения. Ну, вот если так, вкратце совсем, да, будут явно изменения, да, на коня, на коня, да, Крым сядет, отправится, да, отправится в путешествие. Ну, видимо, к своей матери, императрице, к своей матери, то есть, если совсем вкратце, то Крым таки вернется, да, по переменам вернется к своей праматери. К Украине, если кому непонятно. Назад до хаты, до хаты. Так, Кабаева живет с Володиным. Возможно, я опять же, я это, возможно, я вас разочарую, я не знаю, кто такой Володин, возможно, и с ним, но то, что не с Путиным, это точно, это какая-то подставная история, абсолютно, и вообще там темный лес. У меня такая же вышиванка, но синяя, классная, вот такая же, да, вот эта, класс. Я такие же видела в разных цветах, и желтую такую я еще хотела приобрести, и голубая, там их разные, разные варианты, вот это лен, вот эта ткань, это лен, очень классный. Он, конечно, мнется маленько, но очень хорошо на теле, но не было моего размера, у меня же размеры все-таки не совсем маленькие, и я не нашла в другом цвете другой размер, но с красной мне повезло, мне вообще красный идет, спасибо. О, какой интересный комментарий. Согласники с эгрегорами черной магии, существ из нижних миров и так далее, ничего себе она, слушайте, я в шоке, ничего себе, какие у меня гости на канале, а вы говорите, я ведьма, какая же я ведьма, вот посмотрите, у нас в гости приходят настоящие ведьмы, видите, работает с эгрегорами черной магии, а вы меня обвиняете. Не-не, я вообще наивное дитё, дитё, какая магия, вы что, вот дай бог карты вижу и всё, вот посмотрите, у нас профессионалы есть, ну, видите, что делается, вот, тёмные силы посылает, и вот, вот действительно интересные люди, интересные, а я человек простой. Спасибо большое за ваш комментарий, я, честно сказать, я в таком, ну, удивлении, удивлении даже. И, кстати, очень интересно, знаете, знакомиться с новыми людьми, видеть на канале таких интересных людей, знаете, интересных, с изюминкой какой-то, это всегда классно. Я вообще люблю неординарных людей, знаете, такие личности, чтобы это была личность, вот, её, знаете, в толпе заметная, это всегда круто. Люди в мирной жизни плохо жили с нищенскими пенсиями. Ну, Светлана, конечно, пенсии не самые у нас богатые, но, с другой стороны, знаете, я вам что скажу, ведь, по большому счёту, конечно, если здоровье позволяет, конечно же, да, если здоровье позволяет, то наши пенсионеры всё-таки умудрялись подрабатываться и, в принципе, ну, как-то же жили, да, уж совсем прям, чтобы нищета, прям нищета, прям нищая. Ну, это, я бы сказала, преувеличение, у меня родители тоже пенсионеры с двумя пенсиями небольшими, но я не скажу, что они живут в нищете или когда-то жили в нищете. Стараются, оба стараются, пенсии у них очень небольшие, мама, особенно, 35 лет стажа, ветеран труда и что, да, там у него какая-то пенсия, там две, что-то с копейками, ну, минимальная, в общем. Но она до сих пор трудится, работает, содержит хозяйство и сказать, что она живёт в нищете, ну, нет, конечно. Наташа, здравствуйте, вос уже нагнетает новым вирусом обезьянья оспа. Серьёзно? Боже, это то куриный какой-то, понимаете, то и теперь уже обезьянья, обезьянья оспа. Спросите у Таро, удастся ли им в очередной раз обдурить человечество. Слушайте, я в шоке, понимаете, от обезьян нам спит, пришёл вроде как, да, а теперь ещё и оспа. Такое ощущение, что обезьяны вообще самые болезненные животные. Вот куры, свиньи и обезьяны, вся беда от них, да. А, ещё от летучих мышей, конечно, я забыла. Ой, будет ли угрожать человечеству обезьянья оспа? Ну, давайте посмотрим. Попробуем в одну карту. Ну, скажем так, движуха какая-то нарастает по этому поводу. Разбитое сердце. Я бы сказала, такой некий ударчик, ударчик некий какой-то готовят. Ну, это туго у них пойдёт. Туго у них пойдёт эта версия, туговатенько. Ну, я вообще ничего не слышала об этом. Надо почитать. Наташа, вам очень идут эти серёжки с кулончиком и колечком. Вячеслав Чисовщик. Ой, Вячеслав Чисовщик, мне очень приятно. Особенно приятно, когда комментарии от мужчин. Как вам такие комплименты. Да, такие с серёжками, видите. Вот такие серёжки. А кулончик, кстати, это яшма. Вот серебро и яшма. Это, кстати, натуральный камень. Я очень люблю натуральный камень. А это сердолик, колечко с сердоликом. Так. Я мечтаю вернуться жить в Одессу, тёплую, с морем. Живу в Швеции, на севере. Всё в жизни познаётся в сравнении. Украина обязательно выстоит и расцветёт. Вот так, мои хорошие. Видите, кто-то мечтает уехать, убежать, а кому-то в Швеции живётся не сладко, и он мечтает вернуться в Одессу. Ну что ж, Алёна Зимина, я желаю вам, чтобы ваши мечты сбывались и вы вернулись в то место, где вам хорошо. Пусть так и будет. Правда. Сижу, чай пью, а вы тут просморщенную жопу. Жизнь в километрах. Ну, простите меня, я к вам испортила чаепитие, да? Ну уж, я же визуализатор, понимаете? У меня вот, мне приходят картинки. Я когда вот о чём-то говорю, я себе прямо представляю. Я когда рассказываю про эту, извините, путинскую, да, я прямо её представляю в этот момент. Правда, я её прямо вижу. И я её же со своей фантазией бурной прямо вот такую вижу, знаете? Вдруг сейчас опять кто-то чай пьёт, а я тут... Пейте чай спокойно. Не будем уже просто про его жопу рассказывать. Пейте чай. Ну, ничего не поделаешь. Понимаете? Визуализация и бурная фантазия, они, конечно, творят чудеса. Так что простите, если я вам порчу аппетит. Здравствуйте, Наталья. А каким путём вернётся Донецк? Военным или дипломатическим? Вы знаете, про Крым я понимаю. Я в Крыму была, я чувствую, что там не будут ничего уничтожать, скорее всего, дипломатическим. А в Донецке я же не была. Но вот Луганск я смотрела, и я понимаю, что там всё будет грустно. Грустно. И как бы Донецк, вероятно, похожий. Ну, я... Просто если я не была, то мне сложно... Мне нужно видеть город, как-то его представлять себе. Поэтому насчёт Донецка... Почему я не делаю расклады на некоторые города, вот по всем вашим просьбам? Потому что я не была в этих городах, и не хочу даже врать. То есть я не уверена просто, смогу я увидеть или нет, и не хочу просто так болтать. Поэтому насчёт Донецка не делаю расклады особо. Донбасс смотрела, да, но я ориентировалась на Луганск, смотрела Донбасс. А вот именно Донецк... Ну, извините. Ну, думаю, Донецку повезёт меньше, чем Крыму, если честно. Ну, это сугубо интуиция так работает. Угу. Про обстрелы Харькова много комментариев. Боже, это ужасно, конечно. Это ужасно, никак они не дают покоя. Ой-ёй-ёй-ёй, мои хорошие. Ну, вы понимаете, всё заканчивается, и это пройдёт, всё пройдёт, всё пройдёт. Так, Наташа, здравствуйте. Мучает вопрос о заложенном. Некий таролог дал о нём неприятную, пугающую информацию. Неужели это правда? О затягивании войны, о продажности не хочется в это верить? Можете посмотреть. Заранее благодарю. Значит, ну, расклад на генерала заложенного у меня есть. А если некий таролог дал о нём такую информацию, вы знаете, а вы мне напишите, что это за таролог. Я думаю, этот таролог, это совсем не таролог, потому что расклад я делала на заложенного, и я вам скажу, там на удивление справедливый человек. Прямо у него карта справедливости, главная карта, которая говорит о нём как о человеке, да? И если якобы таролог этого человека раскрывает какого-то продажного, да, и неприятного, то я бы обратила внимание на этого таролога, да? Не просто обратила внимание, а так конкретно обратила внимание. Как минимум его заблокировала, а вообще ещё лучше так и СБУ бы позвонила. Ну, правда. Потому что, знаете, уж прям уже и тарологами пользуются, чтобы очернить людей, и кем хочешь. А если речь идёт как бы, извините, о генерале, о командующем армии, очернять его, да, то это совсем нехорошо. Совсем нехорошо. В общем, бойкот этому тарологу. Напишите мне, если не сложно вам, Надежда Мельник, какой-то таролог, а я бы посмотрела эту личность. Прям интересно. Про курс гривны. Ну, да, я думаю, с курсом гривны будут, конечно, неприятные сюрпризы, это точно. Научимся, ага, на видео про голод, научимся делать разгрузочные дни, немного похудеем, перестанут болеть ноги, фигачить давление. Ой, Лариса кияница. Кияница, да, правильно? Ларисонька, если всё было так просто, я вам скажу, когда люди входят в состояние, нет денег, то худеть у них не получается, потому что, как правило, они начинают есть более дешёвые продукты. Более дешёвые, это значит простые углеводы, и, соответственно, разные макароны, да, там, и какие-то недорогие крупы, и от этого всего они не худеют, а наоборот, поправляются, потому что питание здоровое, оно как раз дорогое, да, овощи, мясо, белки, там, сыр, это всё дорого, индейка, это как раз не дешёвое, так что похудеть мне, похоже, не судьба, не судьба, но ничего, шансы остаются всё-таки, да, покуда не будет смертной казни, за воровство в нашей стране будут воровать, ой, вы знаете, вот, пожалуй, я бы, вот, тут как бы спорный вопрос, воруют во всех странах, я не знаю, есть ли страны, в которых не воруют, ну, наверное, есть, наверное, есть страны, в которых воровство сведено всё-таки к минимуму, да, каким-то минимальным количеством, по крайней мере, воровство в политике всё-таки, несравнимо, да, с Украиной, вероятно, да, но я думаю, что в этих странах тоже нет смертной казни, и как-то они этот вопрос всё-таки решили, не знаю, если бы я так, просто вот знала, как решить вопрос воровства в Украине, я бы, наверное, была президентом, ну, или премьер-министром, премьер-министр, министр, КЮ, как это теперь правильно, министерка, министер КЮ, вот пишут, у нас в обменниках вчера был 36, Винницкая область, печалька, конечно, печалька, вот пишут, даже 38,50 на чёрном рынке, то это же хитя какое-то, так, Наташа, а почему не говорят и даже не вспоминают о наших пленных и раненых, ну, почему не вспоминают, да, вы, по-моему, каждый день говорят, подождите до разрешения операции, проводится какая-то операция, решается какой-то вопрос, ну, дайте просто время, я думаю, нам нужно дать всё-таки какое-то время, да, потом уже спрашивать, ну, насколько я знаю, пленных, именно пленных, идут обмены, просто у меня на сеансе женщина записывалась, у которой, как бы, муж в плену, то она говорила, вот она, жена военного, что такие обмены проходят, может быть, о них не говорят громко, но они, как бы, существуют, они есть, да, и вот она сейчас в надеждах на то, что её тоже супруга обменяют, он сейчас, к сожалению, в плену находится, но жив, слава Богу, поэтому такие-такие процессы проходят всё-таки, да, то есть я, как бы, вот знаете, просто от первых лиц знаю, но, как бы, слышала, вот что слышала, то и вам говорю. У нас основной глава финансовых диверсантов против Украины гетьманцев, сейчас бизнес борется за его отставку, если он уйдёт со своей командой, бизнес и экономика восстановятся быстро. Ребята, ну, я же говорю, мне, наверное, должно быть стыдно, не знаю, кто такой гетьманцев, ну, я же, я и политика, это разные оси координат, ну, давайте посмотрим, уйдёт ли гетьманцев, хотите, вот так, уйдёт ли гетьманцев, не зря же я таро взяла в руки, ой, смотрите, скоро нет, скоро нет, видите, довольный, самодовольный, уверенный в себе, и такой прям рвётся, что-то там менять, что-то там творить, ещё вытворять, конечно, какие-то атаки в его сторону всё-таки есть, да, но я не думаю, что он прям уже уходит, пока ещё не уйдёт, если вам этот гетьманцев очень не нравится, то вам лучше на него поднажать, потому что добровольно он уходить пока не собирается, как видим. 17-3, вныбат шала моря, передавай ты и ведмены, будласочка, привет, я так понимаю, окей, я правда не запомню, вот у вас имя с такими кучей всяких буквок, если вы мне напишите, от кого именно передать привет, Настенька, Оленька, Валенька, как вас зовут, я обязательно передам, просто я эти буквы не запомню, и не смогу выговорить, у вас такой красивенький ник с такой девушкой с голубыми волосами, что-то такое из японских мультиков, наверное, да, это, аниме это называется, по-моему, да, у меня Анюта, вот, мастер в этих аниме, я не очень, ой, какая прелесть, Зофия Бен пишет, а ты чёрная мамба и ужасная ведьма, да, Зофия, я чёрная мамба и ужасная ведьма, приятно познакомиться, даже сердечко поставлю и не буду блокировать, чёрная мамба, чёрная мамба меня ещё не называли, так мило, да, чёрная мамба, я теперь так и буду представляться, приветствую вас, мои хорошие, на канале, в гостях у чёрной мамбы, смотрите, у меня есть чёрный браслетик, даже пристенёчек с агатиком, видите, у меня много чёрных одежд, вся наряжусь чёрная и так и буду говорить, приветствую вас в гостях, нет, приветствую вас на канале, в гостях у чёрной мамбы, добро пожаловать, звучит, это же куда интереснее, чем у заводчика Корги, да, да, сразу просмотры вырастут, чёрная мамба, хорошо, Наташа, вы супер, жаль, что можно только один лайк поставить, почему один, не один, Елена Коропова, я вам подскажу, Еленочка, значит, делайте так, заходите на все мои видео трёхлетней давности, ну, с самого начала, и вы можете ставить лайки прямо на каждом видео, вот так взять и на каждом поставить лайки, запросто, и это даже будет не один, а, наверное, штук 500 лайков можно поставить, у меня видео много на канале, так что, там работы, непочатый край, ставьте, я буду благодарна, потому что это развитие канала, и вообще, внимание мне дорого, конечно же, о, я вижу вам расклады мои нравятся, спасибо большое, спасибо большое, учитывая, что всё-таки я не являюсь, там прям торологом, такой высшей категории, но я вижу, что вам нравится, и мне очень приятно, спасибо, спасибо, правда, это приятно, когда твоя работа дарит людям какую-то пользу, позитив, это правда, это приятно, Наташенька, спасибо за посетив, а я увижу море, спрашивает Елена Денисова, Леночка, хотите посмотрим, смотрите, увидите, конечно, и довольно-таки в скором времени, посмотрите, Леночка, увидите, в скором времени, добрый вечер, Валентина Шепти, спрашивает Наталья, можно узнать, что обозначает ваше название заводчик Корги, Валентина, а заходите на мой канал на трехмесячную давность, и вы просто все сразу поймете, заводчик Корги, я и есть заводчик Корги, видите, хотя меня тут черной мамбой называют, но на самом деле я, конечно же, заводчик Корги, все более прозаично, у меня есть питомник Корги, я кинолог, заводчик, собак, непосредственно у меня порода Корги, поэтому я заводчик Корги, и вы на канале заводчика Корги, но просто сейчас вот второе, это мое хобби, которое вышло на первый план, и это людям интересно, и для меня актуально, но и собаки, я показываю собак тоже, вот почему именно так называется мой канал, надеюсь, я ответила, ну вот пишут вам, видите, Наташа занимается разведением собачек, у нее питомник, спасибо, Надежда Рыжкова, что вы подсказали Валентине, да, именно так, у меня питомник, но все равно, правда, черная мамба звучит как-то так интереснее, так загадочнее, такое, знаете, такая провокация, черная мамба, мне понравилось, вот видите, здесь по поводу выплат, такой зашел спор, некоторым начали задерживать пенсии, соцвыплаты, а остальные пишут, я получила все вовремя, вы знаете, я думаю, это местные власти, в разных регионах, местные власти, по-разному работают, поэтому это все-таки не от государства, зависит, а именно от местных, на местах, все-таки, думаю, деньги-то выделяются, а как они там уже шевелятся, это уже другое дело, но они там уже шевелятся, они там не принесinformation, они там уже, это действительно, они Sox Whoa, они там уже не совы, там уже были ныняты по Finnу, так они, они летали бью, они там несколько часов, наталочку а скажите будь ласка за наши ли так и и завод антонова дякую что именно сказать за начали так и я же не очень в этом ну что я понимаю в заводе антонова и что именно мне нужно поймать это такие серьезные вопросы в как вы это 2 хотите увидеть в целом будет ли развиваться что какая-то промышленность авиапромышленность да как будут ли у нас создаваться новые самолеты да возможно или какой вопрос что вот скажите будь ласка за начали так и что именно я думаю таро все-таки нужно задавать какие-то конкретные знаете такие конкретные вопросы они взагали но будут ли у нас будет ли у нас строительство самолетов до развиваться ну давайте посмотрим так но пятерка у нас мечевая ну тут скажем знаете что конечно да но видите как бы не сейчас да да пока пока это конфликтный вопрос ну конечно восстановится восстановится авиапромышленность несомненно в нашей стране она будет наших стенах да но видите сейчас это совсем конфликтный и сложный вопрос пока пока с этим проблема но да раз конечно будет развитие не кстати хорошее развитие там прям очень хорошие карты несомненно будет вот видите пишут в одессе все пляжи пока заминированы даже спирсов купаться не дают но не удивительно да это конечно грустно но очень объяснимо естественно мины везде и приносит течением и дай вообще заминированы же чтобы десанты не высаживались с моря естественно тут сейчас главная задача уже понимаете победить в этой войне отогнать эту русню потом уже будем накупаемся конечно вы же понимаете это все не отменяет желание до какого-то порыва души желание внутренней какой-то усталости да и необходимости в солнце опять же конечно победа главное кто спорит естественно да ну например вот некоторым людям вот таким как мне вот я чек солнечный мне без солнца тяжело если больше чем полгода я без солнца я начинаю чахнуть да я витамин d пью там по 4000 единиц но этого мало мне ну есть люди такие которые легче приносят до время без солнца есть которые тяжелее и видите весна затяжная солнца мало уже конец мая мы все еще сидим вон я в город ездила в ветровке в куртке теплой довольно таки конечно но это не лето это не лето не так как всегда поэтому конечно я хочу солнце но это не не меняет того что конечно в главное я хочу победу естественно нашу победу но на море тоже и на море к тоже хочется понимаете такие дела евгения пишет королевиш на вышиванок а я на средиземном море приезжайте ух вы дразнитесь дразнитесь евгения приезжаете еще говорит я не шучу таки я не шучу я на крыльях прилетела бы но сейчас вообще то проблема это надо как-то через польшу как минимум да и это туда через польшу назад через польшу то есть дорога конечно логистика сложная очень сложная знаете с таким отдыхом это если ехать хотя бы на месяц а ехать на неделю вот с такой логистикой так ну его в баню такие поездки это ты будешь больше суток дороге в одну сторону я так подозреваю понимаете что творится ну и цена такой дороги соответственно тоже вот вам и поездки на средиземное море а потом уедешь на море и не знаешь во что ты приедешь сможешь ли ты вернуться тоже потому что видите что творится здравствуйте оля просто пишет простите но у меня к вам вопрос не по теме этого эфира я хочу личный прогноз таро от вас по личным вопросам можно с вами пообщаться вайбере да можно оля со мной пообщаться вайбере вы мне я кстати вам написала вот написала вайбер свой напишите мы выберем время удобное для нас и пообщаемся конечно но опять же я хочу напомнить да я не таролог профессиональный до чтобы вы не рассчитывали на какие-то чудеса да я читаю таро да это хобби моё уж не знаю может быть даже какое-то призвание сложно сказать я изучаю таро мне нравится таро это какая-то магия в нем и что-то такое неимоверное но я не называю себя даже тарологом ни в коем мере поэтому я просто не хочу чтобы вы как-то разочаровывались то есть я делаю то что могу да но я не являюсь не профессиональной гадалка ничего такого ну да вижу да читаю да у меня есть какое-то свое видение знаете как есть художники есть художники профессионально есть художники любители так вот я художник-любитель рисую с любовью наташенька вы огромная умничка почему сразу огромная ну такая средняя там сразу огромная ну 52 размер это не прям огромная шутка спасибо большое ангелина спасибо ну я все правильно понимаю конечно так думаю почему так мало лайков а я открыла на 44 секунде вот правильно людмила почему так мало лайков так сколько человек смотрит например 10 тысяч смотрит человек 10 тысяч просмотров а лайков дай бог тысяча наберется вы понимаете то есть в среднем я уже замечала только 10 процентов 10 процентов людей благодарных все остальные знаете такие хитрожопые пользователи посмотрели и даже лайки не поставили понимаете не тебе здрасте не мне здрасте не тебе спасибо как в том анекдоте знаете анекдота когда муж приходит домой неожиданно а у жены любовник и тот любовник такой раз там накидывает на себя трусы там штаны схватил под мышку и в окно пшух и выскочил муж стоит такой растерянный не ну вообще мужики пошли не мне здрасте не тебе спасибо да вот и наши зрители так не лайка тебе ничего понимать поставьте пожалуйста лайки под видео поставьте пожалуйста так ой мы с вами вся четыре минут ничего себе мы с вами заговорились слушайте у меня наверное сегодня вдохновение я даже не заметила как пролетело время представляете надо же такое наталочка вы умница и рассказать и показать и спеть так держать о я еще и станцевать знаете как кот говорил за матроскин я еще и на машинке вышивать умею дальше сплясать могу у меня еще много не раскрытых талантов как это удивлять наши кредо спасибо большое лариса евсеева спасибо большое с удовольствием бы смотрел на птички сильно искажают и без того тихий звук какие птички скажет птички уже давно у меня беседки а это на старый камин на старое видео ну да ну я уже исправилась все птички перебрались беседку и теперь они у меня живут беседки на свежем воздухе так что заметили птички не мешают видите я же обещал просто всему свое время да и если честно и сейчас даже холодного тенька я рассчитывала что ну конец мая уже но мне кажется ночью им холодновато но уже обратно не буду брать и их из клетки переселить вольер их легко она наоборот в большом вольере выловить это целая операция это нужно делать в темноте в общем это для них стресс всегда так что я это уже все на осень перенесу и уже они с похолоданием осенним отправятся домой пока будут жить на улице в вольере большом так ну что же тут еще у нас разные хорошие комментарии очень много еще классных комментариев замечательных но я просто по времени не уложусь все читать я думаю вы и так уже устали от моей болтовни мы с вами час почти разглагольствуем вот и мне очень неудобно столько времени у вас воровать по сути поэтому мои хорошие я вам очень благодарна за то что вы приходите на канал находите время свое для общения до со мной а уж за лайки за комментарии так особенно вам благодарна спасибо большое мох мои хорошие я всегда рада нашему общению вот ну как говорится увидимся увидимся будем живы не помрем до новых встреч мои хорошие